Тем из нас, кому не посчастливилось побывать в красной зоне, даже не представляют, насколько сложно врачам бороться за жизнь пациентов. Иногда на принятии решения бывает всего лишь несколько минут. За красную линию заглянем сегодня, в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Анны Дубасова, главный врач Самарской городской больницы номер 7, кандидат медицинских наук. Здравствуйте, Анна Анатольевна. Здравствуйте. Я, прежде всего, хотела бы прояснить такой момент. Вот я посмотрела в интернете структуру вашего учреждения и увидела, что вас где только нет. Как вообще в этом ориентироваться и что она из себя представляет? Ну, наше лечебное учреждение оказывает медицинскую помощь жителям Красногленского района. У нас 5 амбулаторно-поликлинических отделений. Это 5 поселков наших. И многопрофильный, ранее многопрофильный стационар. Мы полного цикла, да, то есть вот по типу, как ЦРБ работают. То есть вам никто не нужен? Ну, нет, конечно. Мы не оказываем высокотехнологичную медицинскую помощь, да, у нас нету центра сосудистых рисков. Этим мы не занимаемся. Эти пациенты идут по маршрутизации в те лечебные учреждения, где эта помощь оказывается. Но на сегодняшний день понятно, что мы в ковиде, а в доковидные времена у нас были отделения терапии, хирургии, гинекологии, травматологии. В составе терапии у нас были кардиологические койки, неврологические койки. Было очень востребованное и любимое старшим поколением отделение сестринского ухода, да, где оказывалась помощь, такая плановая, размеренная помощь пациентам старшего возраста. Но, к сожалению, вот уже год, у нас теперь иная специальность. Мы работаем как инфекционный госпиталь. То есть закрыты все отделения, кроме тех, кто лечит коронавирусную инфекцию. Ну вот, как-то уж вся страна ввела в авторитет Дениса Проценко, известного, но как-то с него началась вся информация по ковиду, да. Поэтому и к этому имени хочу сейчас обратиться. Вот на днях буквально он сообщил такую вещь. Врачам стало сложнее лечить пациентов с коронавирусом, так как некоторые из них не реагируют на выработанные пандемии методы терапии. Вот по поводу лечения как раз хотела вас... Да, это так, на самом деле. И это очень пугает, потому что в тот момент, когда мы начали думать о том, что мы вроде как понимаем, как развивается патологический процесс в организме, в какой момент надо вмешаться, какие препараты надо сделать, Мутация этого вируса привела к тому, что те схемы терапии, которые существовали там еще полгода назад, в сегодняшний день не работают. Большое спасибо всему научному потенциалу нашей страны, который в постоянном режиме обновляет нам методические рекомендации накопленного опыта, да, всего. Потому что каждый раз мы понимаем, что давайте вот так схему поменяем, ага, работает, отлично, да, то есть эти рекомендации, они моментально обновляются. Как только мы находим ответ на вопрос, там, как справиться с этой ситуацией, да, он сразу отдается всем медикам, которые сейчас занимаются борьбой с коронавирусом, для того, чтобы не было там, вот у нас есть элитная больница в Москве, да, там коммунарка, о которой вы сейчас говорите. Вот там так лечат, а во всей стране по-другому. Вот ничего подобного. Вот вся страна, все ковидные госпитали страны лечат по одной и той же схеме. И это очень внимательно отслеживается вирусологами, инфекционистами, клиническими базами, кафедрами, которые очень быстро реагируют на изменения, за что им большое спасибо. Но лечить стало сложнее. Ну, а вот это немножечко с одной стороны настораживает, это как сейчас, знаете, ну, сейчас может быть нет, а вот когда начался коронавирус, все передавали друг другу такие листочки со схемой лечения, что все, фу, я сбегал в аптеку, где-то раздобыл эти лекарства, ну, все, сижу, жду ковид. Так вот, по поводу устоявшейся схемы, вот ее всем быстренько передают новую, и все начинают по ней лечить. Но ведь такого никогда не было ни с одной болезнью, ни с одной инфекцией. Все равно же у каждого пациента, наверное, какие-то есть индивидуальные особенности, и от нее вроде как бы надо отступать. То есть это не отступать, это добавлять, да, то есть если поступает пациент, у которого есть основное заболевание, кроме ковида, там, хроническое какое-то, да, мы обязательно должны корректировать эту схему, вот еще добавляя те препараты, те лекарства, которые влияют на его основное заболевание. Ну, так было все время, да, то есть это не вот что-то новое, просто основная базовая терапия. К сожалению, мы до сих пор говорим о том, что вот какого-то лекарства такого одного, который вот, ну, вот человек заболел гриппом, да, то есть у нас есть противовирусный препарат с доказанной эффективностью, да, там, тамифлю, предположим, да, то есть мы знаем, что этот препарат влияет на вирус гриппа. То есть он его подавляет, и мы точно знаем, что назначив этот препарат вовремя пациенту с гриппом, то есть мы вирус убьем. Вот, к сожалению, вся сегодняшняя ситуация показывает, что методом подбора мы вышли на те препараты, которые как-то его хотя бы вот пытаются приглушить, но вот полного излечения пока они не дают. Вот. Но, с другой стороны, ведь и последний раз такая эпидемия, или как сейчас принято говорить, пандемия была сто лет назад, даже больше, да, это когда была эпидемия испанки. И мы немножко так все расслабились, что, ну, как бы все известные вирусы, мы их все знаем, мы их все лечим, мы все умеем. Два года назад не представить было, что такое вообще возможно. Нет, если бы кто-нибудь два года назад сказал о том, что вот мы столкнемся с ситуацией, когда у нас на первый план выйдет одно заболевание, а самое главное, что вот сейчас, проработав уже год, да, в этом ковиде, мы с ужасом думаем о том, что будет через 5-10 лет. То есть рано или поздно мы с ковидом справимся, обязательно справимся. Мы достигнем популяционного иммунитета, мы переведем его в сезонные заболевания, когда не будет необходимости закрывать лечебные учреждения под это заболевание. Это время придет. А вот осложнения, с которыми мы отдаленные последствия коронавируса, которые мы увидим через 5-10 лет, вот нас уже сейчас это пугает. Мы понимаем, что у нас вырастет количество больных с хронической обструктивной болезнью легких. Мы понимаем, что у нас на эту ситуацию обязательно отреагируют заболеваниями сердечно-сосудистой системы, да. Сейчас есть наблюдение о том, что люди, у которых есть хронические заболевания почек, поэтому заболевания ухудшаются. Ну и что уж греха таить, мы не понимаем, как на это отреагируют онкологические процессы. Времени прошло мало. И вот нас сейчас вот это очень сильно пугает. То есть та перспектива, да, то есть как нам сейчас надо выстроить работу, систему здравоохранения так, чтобы вот этих людей не упустить. И именно с этой целью уже сейчас запущена углубленная диспансеризация пациентов, перенесших коронавирус, да. То есть мы, у нас есть стандартная диспансеризация и есть углубленная, то есть добавленные обследования, исследования, которые должны выявить проблемы постковида. Да, ведь мы дошли до того, что в МКБ, то есть это международная классификация болезней, да, внесли постковидный синдром. То есть теперь есть такой диагноз, постковидный синдром. Мы понимаем, что этот вирус просто паразитирует на всех системах, на всех. У нас проблемы с нервной системой. Наверное, уже ни для кого не секрет, что очень многие больные во время ковида, у них нарушается и мозговая деятельность. Ведут себя неадекватно, скажем так. Неадекватно, да. У них развивается энцефалопатия дисциркуляторная. У нас вплоть до суицидов есть ситуации, когда люди на фоне коронавируса решают покончить жизнь самоубийством. И когда их там, ну, вовремя, да, там, полечили, подгрузили, вывели из этого состояния, и проходит несколько дней, и они говорят, это не может быть, это не я, я так себя никогда не веду, да. То есть вот это то, как паразитирует вирус на центральной нервной системе. То есть последствия нас еще ждут. Мы их разгребать еще будем очень долго. Давайте сейчас посмотрим вместе с нашими зрителями ролик, который сделали сотрудники ваши, в несколько, конечно, сокращенном виде, но были все мы поражены. Хочу, чтобы зрители тоже это увидели. Мы сейчас находимся в той ситуации, в которой не были еще ни разу за все время существования нашего ковидного госпиталя. Мы закрыли все отделения, сейчас все койки этой больницы работают на ковид, и мы не бываем пустыми. Подача по силам, которые тратятся на все это, это просто война. Война за жизнь людей, война за жизнь, ну, слишком пафосно скажу, наверное, человечества. Большинство коллег продолжает работать, и они просто живут там. Они не просто продолжают работать, они живут. Они домой-то приходят, наверное, поспать иногда и возвращаются обратно. Друзья, семья. Ну, сейчас мы пока, наверное, забыли про это, про все. Уже больше года в постоянном режиме вот этом вот мы работаем. Ну, мы не роботы, мы люди. Такая ситуация, как говорят, случается раз в сто лет. Ну, здесь нельзя отключаться, здесь нужно работать на полную силу, на все сто, а то и на тысячи процентов. Если я скажу, я устал, я не буду, кто будет это делать? Сложно видеть пациентов, уходящих. Выкладываешься на все сто процентов, а он уходит. Это морально очень тяжело. Еще тяжелее, когда это молодые люди. Я когда была обычным терапевтом, у нас было 2-3 смерти в месяц. Для нас это было, конечно, очень тяжело и морально, и так. С родственниками тяжело об этом говорить. Сейчас 20 человек в неделю. Пациенты, которые лежат привитые, они болезнь, заболевание у них протекает намного легче. И больших процентов поражения у них, ну, практически нет. Тем или иным путем мы приобретем коллективный иммунитет. Просто тот путь, которым мы идем сейчас, когда не через вакцинацию, а через переболеть, он, к сожалению, носит очень много человеческих жизней. Просто люди этого не видят. Им кажется, что их обманывают. Пусть придут, постоят в денек здесь, посмотрят, что здесь происходит вообще, в принципе. Так, доброе утро. Все в сборе. Здоровье как? Никто не заболел? Нет. Давайте начнем рабочий планер. То-2. На утро 55 человек. Мест нет. То-3. Стоит 56 человек. Кислородные места все заняты? Кислородные места все заняты. Концентраторы тоже. Мест нет. Так, Алин Юрьев. Там 60 человек. Мест нет. Концентраторы заняты все. Точки заняты все. На выпуск четверо. Реанимация. Реанимация 25 человек. Мест нет. На искусственной вентиляции легких 5 человек. На нейнвазивной вентиляции легких 8 человек. Это не весь ролик. Это сокращенная его часть. И дальше, после того, что вы видели, будет песня. Будет видеоклип. Написанный сотрудниками вашими, да, Анна Анатольевна? Что такое случилось, что врачи запели? И что вообще подтолкнуло к тому, чтобы сделать вот такой видеопродукт? Это ведь не для того, чтобы сказать, что, ну, в кавычках, завтра мы все умрем, все плохо, да? Нет, конечно. Вообще, эта идея родилась из того, что у ребят, у моих коллег, а вы видите, что у нас достаточно молодой персонал работает, начали опускаться руки. И в этот момент, ну, было понимание, что что-то срочно надо делать. Нужно каким-то образом победить эту депрессию. Потому что если врачи опустят руки, пациенту от этого легче не станет. Имея за плечами такое прошлое, как театр-студенческий театр, министратных миниатюр, КВН и прочее, пришла мысль о том, что это должно быть через творческое, вот через какое-то творчество. И вот тогда были приглашены специалисты, которые умеют это снимать, да? И вот то, что вы видите, это такой маленький кусочек. Вот каждый из докторов, который говорит в этом ролике, у нас есть видеозапись минут по 15-20 с каждым. Камера, она обладает таким замечательным эффектом, она забирает негатив. И они выговорились. Они выговорились в эту камеру, они сказали о том, что их тревожит, да? Мы, конечно, постарались так немножко смягчить, потому что были очень жесткие моменты. И, естественно, кроме вот этих интервью, больших интервью, еще и вот эта песня, которая тут сейчас не прозвучала, ее написала наша врач ультразвуковой диагностики. Это ее текст. Она 8 месяцев отработала в красной зоне. Она хорошо знает изнутри, что это такое. И нас, врачей, вот думающих, читающих, изучающих литературу, просто уже, не знаю, можно ли вот такие слова применять, но уже бесит вот этот шквал негатива по отношению к вакцинации, который со всех сторон на нас накидывается. И это крик души, да? Мы этот ролик, когда разместили, мы сопроводили его словами о том, что это наш крик, да? То есть, что вот мы уже кричим вам о том, что помогите нам, вот нас, нам помогите. И надо сказать, что он разлетелся очень быстро в соцсетях, и огромное количество у него просмотров во всех соцсетях. Ну, наверное, значит, мы это сделали правильно. И если хоть кто-то после этого пошел привился или уговорил привиться своего родного, значит, мы это сделали не зря. Ну, и когда 8 ноября я показала этот ролик коллективу, когда его наконец смонтировали, а глаза-то зажглись, да? То есть вот они, когда на себя со стороны вот в этом вот посмотрели, во всем, они снова поверили в себя. Сработало. Оно сработало и туда, и сюда, да? То есть и сейчас они уже говорят о том, что, когда вы сказали, вот Анна Анатольевна, что мы будем писать там ролик, интервью, мы все это так восприняли, ну, как бы, типа, что мы тут вам, артисты, что ли, что вы тут нас... А уже когда каждый из них вставал от камеры и выходил, да, то есть выговорившись в камеру, встал и выходил, они в этот день уже пришли ко мне и сказали, что-то в этом есть, да, сильно. И сейчас я вижу, да, что вот какое-то новое вот дыхание, да, я не могу сказать, что второе, я уже не знаю, какое оно по счету, но оно вот очередное новое дыхание, которое появилось, и которое сейчас помогает им выстоять. К сожалению, вы слово-то не случайно бесит, употребили. В общем, понятно, о чем вы говорите. Очень много информации, очень много просто какая-то революция вообще в стране. Да не в стране, в мире. Что вы думаете по поводу того, что сегодня развивается такая индустрия, как изготовление поддельных сертификатов о вакцинации? Ну, здесь я, конечно, прям могу сказать, что люди, которые это делают, это преступники. Это ведь медики делают. Значит, к сожалению, это отражение общества, понимаете, и в медицине тоже. Читающий, думающий медработник, который развивается, о медицине нельзя работать, если ты не развиваешься, если ты не читаешь научную литературу, ну, не блоги в Инстаграме, там, или на Ютубе, а научную литературу, серьезную литературу, то ты уходишь... У нас есть такое понятие фельдшеризм. Да, то есть вот человек способен выполнять какие-то стандарты, заученные, и ладно, да. Вот, к сожалению, среди таких наших коллег, и как раз тоже есть те, кто против вакцинации, либо тот, кто просто занимается преступлением и продает сертификаты, понимаете. Потому что других причин, ну, разума за этим нет. Это надо очень жестко пресекать, очень жестко наказывать. В ролике доктор ваш сказала, люди некоторые не верят в то, что вообще ковид страшен, не верят и не понимают. Действительно так вы наблюдаете? Конечно. Я лично знаю людей, которые до сих пор утверждают, что ковид — это выдумка, что это теория мирового заговора, что это там все, что угодно. Я, знаете, во время предвыборной кампании летом очень много же с людьми общалась, чего я только не услышала. Каких интересных версий мне только не рассказали, какие только ролики на Ютубе с вроде как специалистами мне не показали. И я просто была в каком-то вот немножко шоке от этого. Но это говорит, во-первых, о падении всеобщей грамотности, такой вот биологической грамотности, да. Во-вторых, выросло целое поколение диванных аналитов, то есть тех людей, которые не хотят слышать другого мнения, кроме своего, да. Вот вы же знаете о том, что несколько известных главных врачей ковидных госпиталей написали открытое письмо к антиваксерам, при том лично обратившись к ним, да. То есть вот среди которых главные врачи из таких очень известных ковидных госпиталей, в том числе Денис Проценко, про которого мы уже говорили. Мы с ним разговаривали на съезде партии, когда были в Москве, и он тогда как раз говорил о том, что надо разъяснять, надо не запугивать. Но, видимо, и он уже дошел до той ситуации, что понял, что разъяснять больше невозможно, да. То есть вот, ну, надо что-то делать. И вот это открытое письмо, они его опубликовали, оно есть сейчас во всех соцсетях. Посмотрите на реакцию тех, к кому они обратились. Ни один из них не согласился зайти в красную зону, да. То есть Лоза заявил, что его хотят заразить, и он там умрет, да. Еще кто-то начал говорить, да нет, мы не против прививок, мы за то, чтобы они были добровольными. Ребята, о какой добровольности в этой ситуации мы вообще говорим. Добровольность – это в смысле осознанность. Вот осознанность, да, я согласна. Но в эпидемиологии есть такой термин – подчищающая иммунизация. Когда возникает эпит-очаг какого-либо заболевания, вокруг должна произвестись подчищающая иммунизация. То есть всех, кто был в контакте, в ближнем, в дальнем, надо иммунизировать. А мы слушаем, вот, и вообще, вот, доступность всевозможных сетей информации, любых, да, и вот доступность того, что любой человек, да, вот сидит там, Вась Пупкин на телеэкране, одел на себя галстук и пиджак, и заявил, что он вот ведущий там, вирусолог какой-то, и начал что-то вещать. И люди в это верят. А когда такие известные врачи, которые реально каждый день стоят на страже, вот, здоровья, да, жизни и смерти, да, вот как говорит вот Ренат, да, это война, это война. А их не слышат. Вы, нет, вы все выдумываете, вы вообще выдумщики большие, да. Так вот, я так же, как мои коллеги московские, призываю всех, кто не верит, приходите. Я готова провести вам экскурсию в красную зону. Приходите. Рискуя свободой. Нет, мы оденем, мы выдадим все те же средства защиты, в которых работают наши медицинские работники. Идите, спросите у людей, привиты они или нет. Особенно тех, кто в реанимации. Спросите о том, а хотели бы они сейчас, когда они вот сейчас в таком состоянии так, вернуться на несколько месяцев назад и привиться. Вы вот сейчас с ними поговорите, никто не придет. Я вам могу совершенно точно сказать, никто не придет. Конечно, все боимся. Из теплого дивана, из телевизора, из-за компьютера удобно кричать, вы все врете. А прийти и убедиться в том, что это так, это никому не надо. Тогда хайпа нет. Вот парадокс, конечно, лично для меня точно парадокс, потому что, когда идет война, понятно, что победа за объединением, а у нас какое-то страшное совершенно разобщение. Но есть для этого объективные причины, люди, конечно, растеряны. Ну и, кстати, вот одна из этих вроде бы объективных причин, это сегодня происходит задержка с QR-кодами, и люди пришли, вакцинировались, да, а QR-кодов нет, они начинают нервничать. Это больница виновата, что здесь? Значит, смотрите, как у человека появляется QR-код. То есть, во-первых, этот человек должен быть зарегистрирован на госуслугах и иметь подтвержденную запись. Это очень важно. Если запись не подтверждена, вы свой QR-код не получите. Когда человек делает прививку, лечебное учреждение вносит данные об этой прививке в федеральный регистр. А система, которая обслуживает программу госуслуг, из этого федерального регистра передает данные конкретному человеку. То есть, вот пока вы в федеральном регистре не зарегистрированы, что вас вакцинировали на госуслугах, у вас ничего не появится. А поскольку это все программы, а шквал-то огромный, случаются технические сбои. Чаще всего, когда люди обращаются, что у них не пришел QR-код, мы проверяем в регистре, и мы видим, что лечебное учреждение в регистры внесло и сбой на уровне госуслуг. Но эти технические ошибки устраняются. То есть, если человек знает, что, уточнив у лечебного учреждения, что его внесли в регистр вакцинированных, пишет запрос на госуслуги, QR-код приходит. Ну, а потом у нас некоторые люди считают, что вот он вышел из прививочного кабинета, и сию секунду у него должен QR-код прийти. Да, да, да. Все. То есть, QR-код должен прийти сию секунду. Если в период, когда не были введены QR-коды, мы прививали в день, там, на один прививочный пункт, там, 100-120 человек, да, а сейчас прививаем 400, ну, мы же тоже люди. Каждого надо внести. Вбить все данные, да. То есть, на это уходит время. И порой, там, мы стремимся, чтобы это все было внесено в первые 24 часа. Но мы тоже живые люди. У нас есть те, кто болеет, есть те, кто просто устал. И порой бывает вот задержка внесения. Да, да, конечно, мы делаем все для того, чтобы этого не происходило. Но, опять-таки, то есть, я считаю, что если вы сегодня привелись вторым компонентом вакцины, и у вас там на протяжении 48 часов не пришел QR-код, ну, тогда стоит обращаться. Но 48 часов надо подождать, потому что, ну, многоэтапная конструкция для того, чтобы он пришел. Утешением, наверное, может служить то, что зато у тебя уже вовсю выработываются антителаты. Однозначно. Анна Анатольевна, ну и прям вот немножко времени у нас осталось. Завершить хотела бы вот чем. В связи с тем, что все отделения закрыты под лечение ковида, но жизнь-то она не останавливается у людей и болезни сердца, и все что угодно. Сейчас вот становится скользко, люди начнут падать, травмироваться, требуются какие-то полостные операции. Что с этим-то делать? Где сейчас жителям вот ваших подопечных лечиться? Ну, во-первых, мы не закрыли травмпункт. Травмпункт работает. Это обнатяживает. Да. То, что касается экстренной помощи, она оказывается в полном объеме в лечебных учреждениях, которые не закрыты под ковид. Это и больницы Симашки, именно Симашки, и больницы Мепирогова. И сейчас вы видите, что у нас пошел спад. Мы прям вот так вот ручки несколько лечебных учреждений готовятся выйти из ковида. Это те лечебные учреждения, которые в первую очередь оказывают экстренную помощь. Буквально несколько дней и в строй вернутся по городу, если я не ошибаюсь, порядка пяти больниц, оказывающих экстренную помощь. И по мере того, как ситуация будет улучшаться, будут выводиться следующие лечебные учреждения. То, что касается нас, есть у меня ощущение, что мы, наверное, до победного конца. Надеемся, что он близок. Нам очень хочется вернуться. Вы же понимаете, что кроме того, что мы работаем как инфекционная больница, а тем временем гинекологи, хирурги, травматологи, они же квалификацию-то теряют. И нам с вами предстоит еще один очень большой, серьезный этап, когда мы выйдем из ковида. Это быстро провести восстановление профессиональных навыков у тех врачей, которые были вынуждены работать по другой специальности. Понимаете? Тоже будем заниматься и этим. Неправильно, конечно, задавать этот вопрос сейчас. Я его и не задаю, поскольку не успеем за 30 секунд уже рассказать. Но здорово, что у вас готовится к открытию ЦАОП. до Центра амбулаторной помощи онкобольным, хотя бы когда это ожидается? Мы практически закончили ремонт, там остались небольшие доделки, это дело еще буквально несколько дней. Сейчас начинается с понедельника поставка оборудования туда, и мы входим в этап лицензирования. Поэтому мы очень надеемся, что при идеальном раскладе это конец этого года. Либо начало следующего. Либо начало следующего. Ну, тогда это следующая тема, наверное, нашей встречи. Да, про ЦАОП надо рассказывать. Благодарю вас за участие в программе «Стойкость и мужество сил докторам». Спасибо, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова